Три года назад в Политехническом ВУЗе открыли специальность информационное моделирование строительстве. А сегодня первые 15 студентов защитили собственные проекты. Для Алтая это большой шаг вперед, ведь выпускники смогут не только проектировать новые здания, но и создавать специальные модели, на которых будет видно, где могут возникнуть проблемы при строительстве. Специалисты уверяют, раньше таких технологий в крае не применяли. Информационное моделирование же дает нам такую уникальную возможность, что практически мы, обнаружив какие-то коллизии, нестыковки, ошибки при проектировании, можем их оперативно исправлять. Это одно из преимуществ. Выпускник кафедры Иван Панков поступил в Политех три года назад. Посчитал направление интересным и перспективным. Он защитил работу, которую готовил целый год. Парень придумал систему, которая позволяет перенести компьютерную модель будущего здания в программный комплекс расчета конструкций. Иван считает, что это в разы облегчит работу строителей. Я спроектировал какое-то здание в программном комплексе, который основан на технологии информационного моделирования. Мне его нужно рассчитать, подобрать сечение, рассчитать арматуру. И это все делается в сторонней программе. И я анализирую связку этих двух программ. Как я передаю информационную модель, какие возникают ошибки, какие возникают коллизии. И стараюсь их исправить, показываю, какие эти ошибки. В отличие от многих студентов, Иван решил остаться в Барнауле и не покидать родной город. А учеба на перспективном направлении дала ему возможность еще в студенчестве работать инженером в архитектурно-строительном бюро. Значимость работы основана на том, что в настоящее время стремительно развиваются технологии информационного моделирования. Кстати, направлений магистратуры, связанных с моделированием строительства, всего две в Сибири, в Омске и в Барнауле. Чтобы попасть на перспективную кафедру, сначала нужно закончить бакалавриат строительного факультета.